Привет, друзья! С вами канал Marus Live и в сегодняшнем видео будем разбирать новые противоэпидемиологические меры, которые ввели сейчас в Чехии. Коронавирус, к сожалению, не стоит на месте, не замедляется, а наоборот все увеличивается. Ну, конечно, если сравнить по сравнению с прошлым годом, цифры меньше намного, потому что большое количество людей уже вакцинировано, но все же опять увеличивается эта зараза, поэтому сегодня разбираем, какие меры вводит правительство в Чехии. Итак, правительство Чехии в четверг, 21 октября 2021 года одобрило ряд мер, которые должны замедлить распространение пандемии коронавируса в стране. С 25 октября, то есть с понедельника, аспираторы станут обязательными опять во всех внутренних помещениях, в том числе на рабочих местах. С 1 ноября страховые компании перестанут оплачивать тесты на коронавирус, а сотрудники ресторанов обязаны будут проверять у посетителей сертификаты о вакцинации или результаты тестов на ковид. Об этом по порядку. Значит, с понедельника 25 октября возвращается обязанность ношения респираторов на рабочих местах и во внутренних помещениях. Исключение сделано только для тех, кто работает в одиночестве или закрытом коллективе, то есть один человек где-то работает сам, изолирован, никто с ним не контактирует, поэтому он может быть без респиратора. Но если вдруг к нему кто-то подходит, там из начальства, либо еще из других коллег, то он должен обязательно одеть респиратор. Все работодатели обязаны снова обеспечить сотрудникам достаточным количеством респираторов, они будут предоставляться бесплатно. Также возвращается обязанность носить респираторы на всех массовых мероприятиях и в помещениях независимо от числа участников. До сих пор это правило действовало для акций численностью от 10 человек, теперь же все это отменили. Масочный режим в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах не изменился, там по-прежнему нужно носить респиратор. Сейчас же поговорим, что будет, если же не придерживаться этих правил и если у вас, допустим, будет отсутствие респиратора на лице, либо будет он у вас висеть на подбородке, либо под носом и так далее. Значит, за отсутствие респиратора при нахождении на рабочем месте или в транспорте штраф составит 10 тысяч крон. Ребят, сумма немаленькая и если вдруг придет какая-то проверка и вы будете находиться без респиратора, то будет штраф. Штраф будет платить либо компания, либо вы на месте, я честно не знаю. Но знаю точно, что сюда же тоже относится ношение респиратора под носом, то есть вот здесь обычно все носят, да, либо на подбородке, скинули и он здесь висит у вас. Так что с этим, друзья, внимательно. С 1 ноября персонал ресторана должен будет проверять у гостей сертификаты о вакцинации, подтверждение о болезни или тесты на коронавирус. Эта обязанность не распространяется на зоны фудкорт торговых центров. В ресторанах за отсутствие теста или сертификата штраф тоже на месте составлять будет 10 тысяч крон. Если человек отказывается оплачивать его на месте, то дело может дойти до судебного разбирательства, где может быть наложен штраф до 3 миллионов крон. Поэтому здесь тоже, пожалуйста, аккуратно, кто там собирается посещать рестораны, ходить в культурные места, обязательно с тобой должны быть грин пасты так называемые, то есть это вакцинация ваша, либо сделанные тесты. Также с 1 ноября профилактические тесты на COVID-19 будут покрываться за счет государственного медицинского страхования только для детей и молодых людей до 18 лет или тех, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья. Для детей здесь, ребят, тех, которые имеют государственную страховку, то есть родители, которые чехи или уже имеют ПМЖ. Те, кто имеет ВНЖ, рабочие карты, здесь, к сожалению, коммерческая страховка, поэтому здесь покрываться, к сожалению, ничего не будет. Тесты, назначенные врачом или гигиенистом, по-прежнему будут бесплатными. И вот здесь, ребят, у кого есть рабочая карта, то если вам врач, ваш педиатр детский назначил тест, вы его, естественно, оплачиваете за наличный счет, то вот в этом случае страховая компания ваша, на которой вы оформлены, точнее ваш ребенок, может вернуть вам деньги. Но опять же, это все сейчас будет рассматриваться индивидуально. В то же время, срок действия отрицательного теста на коронавирус сокращается. Это касается тех людей, кто не хочет вакцинироваться, кто делает тесты. Если раньше тест ПЦР действовал 7 дней, то есть можно было сделать тест, 7 дней ходить с этим тестом, он везде действовал. Антигенный тест действовал 3 дня, то теперь ПЦР-тест будет действовать всего лишь 3 дня, а антигенный тест всего лишь сутки. По словам министра здравоохранения, цены на тесты останутся на прежнем уровне, то есть 814 крон за тест ПЦР и 201 крона за тест на антиген. В этих новых мерах есть и один плюсик, это касается детей. С ноября дети до 12 лет не должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус для посещения кружков, массовых мероприятий, бассейна и так дальше. Ранее от тестов были освобождены дети только до 6 лет, теперь уже до 12, это не может не радовать. Но еще одна мера, которая была введена, с понедельника 25 октября Министерство здравоохранения сокращает срок карантина, назначенный после контакта с инфицированным человеком. Раньше было 14 дней, сейчас же будет составлять 7 дней, если у человека отрицательный результат теста ПЦР. Переходим к следующей новости. Правительство планирует усилить полномочия полиции по контролю за карантинными мерами. Правительство обсудит поправку, которая регулирует полномочия государственной и муниципальной полиции в связи с эпидемией коронавируса, чтобы стражи порядком могли штрафовать нарушителей карантинных мер на месте. Норма уже ранее была отклонена Сенатом один раз, а в июне депутатам не хватило голосов, чтобы преодолеть вето Верхней Палаты Парламента. Поправка предусматривает предоставление сотрудникам полиции право контролировать соблюдение карантинных мер как физлицами, так и компаниями, а при нарушении правил штрафовать на месте. Ну и еще одна приятная новость по поводу формуляров. Ранее я рассказывал, что нужно обязательно заполнять формуляры. Мы тоже это делаем и все это делают. Так вот, ребят, обратилась в суд женщина, которая попросила пражский суд отменить обязанность заполнять анкету прибытия. Ну, естественно, не просто так попросить, она обосновала это, то есть на каком основании должна она была делать этот формуляр. И по итогу с 27 октября городской суд в Праге отменил обязанность заполнять анкету прибытия при въезде на территорию Чешской Республики. Сейчас ее должны заполнять абсолютно все, кто проводит за границей более 12 часов, независимо от того, в какой вы стране вообще там находитесь, зеленый, красный, оранжевый, темно-красный, черный. То есть все должны заполнять формуляры, то есть если отсутствовали в Чехии. Но суд решил, что если Минздрав настаивает на этой мере, правительство должно ее скорректировать. Суд подверг критике постановления, согласно которому анкету можно заполнять только в электронном виде. Но не все могут получить доступ к онлайн-технологиям. Минздрав заявил, что это самый простой способ обработки данных, однако в Чешской Республике интернет не является обязательным, напомнил суд. Так что такие вот еще разборки. Суд критикует ситуации, когда возникают проблемы с отправкой анкеты или подтверждением ее получения. В этом случае государство составляет решение на усмотрение граждан. Анкету также должны заполнять люди, которые считаются неинфекционными или которые путешествуют из стран с низким риском заражения. Не объясняя эти требования, должным образом министерство ограничивает основное право человека на неограниченный въезд в его страну, отметил суд. Минздрав считает, что все данные в анкете прибытия должны быть заполнены, чтобы было легче следить, есть ли у туриста ковид. Однако, по мнению суда, Минздрав не смог заявить, как он использует данные на практике. Судья также указал, что в Чехии используется так называемый дорожный светофор, который указывает на степень риска заражения в отдельных странах. Однако, анкета прибытия также требуется из зеленых стран, где риск заражения низкий. Так что, друзья, вот такая вот ситуация с этими анкетами. Вроде бы как и отменили, но дали время на исправление этих поправок. Поэтому, я думаю, в любом случае, что-то придумают и обяжут людей, которые ездят за границу отдыхать по делам и так дальше. Возвращаясь в Чехию, предоставлять этот формуляр. Может быть, он будет выглядеть, конечно, по-другому. Но, я вам скажу, на практике все страны требуют эти формуляры и проверяют их очень жестко, особенно в аэропортах, наземным транспортом. Может быть, конечно, это тяжело сделать, потому что вы едете, допустим, тем же автобусом либо машиной. Хотя, опять же, дорожная полиция существует. Она тоже может восстановить в любом месте и на любой границе. Особенно не в Европейском Союзе и проверить этот формуляр. А знаю случаи, когда не было формуляров и просто выгоняли, так сказать, оставляли людей вне автобуса. И дальше уже стояли, разбирались. Либо опять же, вплатили штрафы, либо на месте заполнили. Ну, короче, ситуации разные. И как оно на самом деле будет, будем за этим всем следить и вас уже оповещать. Но, опять же, в любом случае, всем рекомендация. Смотрите официальные источники, смотрите сайты, на которых указано правила въезда в Чехию или любые другие страны. Это очень важно, чтобы у вас потом не было таких неприятных ситуаций, как были у некоторых ребят. Так что, друзья, вот такие вот ограничения, вот такие вот правила, которые нужно придерживаться, чтобы не нарожать себя на проблемы. Я надеюсь, у вас их не будет и все у вас будет хорошо. Ну, у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Поддерживаем данный выпуск лайками. Если есть чем поделиться, делитесь, пожалуйста, своими комментариями. Ну, а мы уже увидимся в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.